Без докладов и отчетов, открытый разговор, члены Временной комиссии Совета Федерации, а нашу область посетили 10 сенаторов, представляющих разные регионы России, о своих впечатлениях о Брянщине, темпах и качестве реализации нацпроектов. Мы объехали несколько направлений, порядка 5-6 направлений. Все они касаются национальных проектов, которые мы с вами реализуем и будем реализовывать в ближайшие годы. И количество денег, выделяемых государству на нацпроекты, достаточно большое. Мы должны с вами создать такие условия, чтобы эти все деньги были эффективно использованы. И главное, чтобы нашими гражданами были видны результаты этой всей работы. Председатель регионального ЗАГС Собрания Владимир Попков озвучил несколько важных тем, которые требуют поддержки на федеральном уровне. Первый вопрос. Продлить программу по строительству школ надо до 2025 года. Она в 2022 году заканчивается. Сегодня нужно школы строить. Мы их десятки лет не строили, ни пристройки не делали. Мы вот за эти 4 года 6 школ построили. Еще одна инициатива брянских законодателей – снижение процентных ставок по ипотеке для молодых многодетных семей. Над решением этих вопросов теперь будут работать совместно с сенаторами. Итоги рабочей поездки подводят в областном правительстве, в хрустальном зале, задним столом, законодатели, власть исполнительная и общественники. Все, кто вовлечен в реализацию 12 приоритетных национальных проектов. От лица главы региона, членов Временной комиссии Совета Федерации, приветствовал вице-губернатор Александр Резунов. Бюджет региональных проектов на период до 2024 года из всех источников финансирования составит более 37 миллиардов рублей. Причем большая часть 21 миллиардов рублей направляется на социальный блок. Весомую поддержку получат другие направления, непосредственно затраивающие интересы жителей региона. В областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 году на реализацию проекта предусмотрено 16,9 миллиарда рублей. Экология, здравоохранение, ремонт дорог, поддержка малого и среднего бизнеса. Брянщина вместе со всей страной включилась в реализацию президентских наказов. Говорят об успехах и новых практиках. Я была в поликлинике, городской поликлинике номер один. Порадовала то, что нет очередей, потому что налажена онлайн-запись к специалистам. Есть колл-центр, который регулирует, объясняет населению, когда и какому специалисту лучше записаться, во сколько нужно прийти. Это действительно вот те шаги к приближению нашей медицины к населению. Конечно, перинатальный центр, который мы посетили, он тоже произвел на меня очень хорошее впечатление. Да и цифры, которые за прошлый год показывают, что действительно рождаемость, коэффициент рождаемости увеличивается. И даже по сравнению с Российской Федерацией и Центральным Федеральным округом вы выглядите достойно. Профессиональный коллектив врачей перинатального и беспрецедентные меры поддержки молодых медицинских кадров на Брянщине. Это тот опыт, который с брянской земли можно и нужно транслировать в другие регионы. Центр сфера, где работают с особенными детьми, пример некоммерческих организаций, которым брянские власти тоже уделяют внимание. Нас удивила одна семья, которая оказывается из Питера. Одна приехала, чтобы вылечить своего ребенка к вам в Брянск, поскольку они того, что хотели, не смогли получить в Питере. Работа с волонтерами, добровольческие инициативы и, конечно же, поддержка спорта. Члены Совета Федерации отметили эти направления. Хочу отдельно поблагодарить руководство региона за создание и открытие региональной спортивной адаптивной школы. Не обошли вниманием продовольственную безопасность. Сегодня надо качество продукции, надо ГОСТы увезти. Это самый главный вопрос, что сегодня население должно питаться качественным продуктом. За круглым столом обсуждают новые инициативы, в их числе создание проекта «Региональные вузы». Название говорит само за себя. Поддержка научных кластеров в субъектах. Одна из целей визита сенаторов в наш регион – это еще и сбор предложений и общие наработки для нового закона о контрольно-надзорной деятельности. Новый закон будет в большей степени предусматривать профилактику. Не дубину, как было раньше, не палочную систему, а профилактику. И мы везде максимально собираем информацию, каким лучше его создать. Мы надеемся, что в этом году он все-таки вступит в силу. Мы прикладываем огромное для этого усилие совместно с правительством Российской Федерации. Все лучшие брянские практики теперь в общем федеральном портфеле. Раздельный сбор с ТБО – неплохие практики. То, что закреплены места выноса мусора внутри квартальных территорий. Они закреплены за управляющими компаниями. Я бы обратил внимание все-таки на спортивную составляющую. Достаточно хорошо развивается спорт. И больше привлекается, конечно, людей старшего поколения уже. И это хорошая динамика. Встреча в таком формате – это эффективный инструмент контроля за исполнением нацпроектов в регионах. Реальная картина и прочная основа для сотрудничества. Елена Лыщицкая, Игорь Винничук. События Брянск.